Если ты хочешь рассказать свою историю или получить дельный совет, но при этом не хочешь, чтобы тебя узнали знакомые, тогда рекомендую паблик подслушанного парней. Будь в курсе, о чем говорят парни. Ссылка в описании. Всем привет, я на канале Исакин Ревью, меня зовут Сергей. Сегодня я хочу рассказать вам о 10 фишках Samsung Galaxy S8. Samsung следует современным трендам, поэтому дисплей Galaxy S8 фактически не имеет рамок по бокам. Рамки сверху и снизу тоже уменьшились, а кнопки управления переехали под экран. Samsung уходит от стандартного соотношения сторон 16 на 9 в пользу более вытянутого дисплея для уменьшения ширины и увеличения диагонали. Новые флагманы не похожи на своих предшественников за счет отсутствия трех традиционных кнопок управления. Клавиша домой теперь встроена в экран, как и две другие кнопки назад в последние приложения. По центральной экранной клавиши располагается чувствительный датчик давления, распознающий силу нажатия. Кнопка Home откликается на прикосновение вибрации. Новый голосовой помощник Bixby умеет общаться по двух языках – корейском и английском. Этот недостаток будет устранен с ближайшими прошивками. В обязанности ассистента входит обработка голосовых команд, выведение на экран подсказок, взаимодействие с приложениями и распознавание окружающих объектов с помощью камеры. Помощник узнает владельца по голосу и приспосабливается к его запросам. В Samsung Galaxy S8 появился сканер радужной оболочки глаза. Вообще-то уже был один аппарат с таким датчиком, но у него что-то пошло не так. Речь, конечно, о зажигателе Note 7. А раз его назвали, то S8 – первый смартфон со сканером радужной оболочки глаза. Работает быстро, но всё же не быстрее, чем приложить палец. Просто ещё один способ в дополнение к цифровому и графическому паролям – лицу и отпечатку пальцев. USB Type-C – это мелочь, но уже давно пора. Многие новые смартфоны, не только флагманы, получают разъём USB Type-C вместо microUSB. Это плохо, потому что новый проводок пока ещё штука редкая, не на каждом углу валяется. Но это и хорошо, потому что USB Type-C можно вставлять в разъём любой стороной. То есть с первой попытки, а не с третьей. А ещё за ним будущее, и незачем оттягивать неизбежное. Ещё одной фишкой аппарата является возможность превратить его в настоящий настольный ПК при помощи док-станции DEX. Компактная док-станция оснащена кулером HDMI-выходом, двумя USB и одним интернет-портом. Сканер отпечатка пальцев. Так вот, а палец теперь нужно прикладывать сзади, к площадке возле камеры. Способ проверенный LG, Huawei, Xiaomi, ZTE и Asus. Это вообще кажется всеми. Берёшь смартфон в руку, и указательный палец ложится аккуратно на сканер. Очень удобно. Правда, если все делали ставку на симметрию, то в S8 сканер поставили не по центру, а сбоку камеры. Правшам хорошо, а левши потерпят. Не обошлось и без изменений в польском интерфейсе. Компания произвела значительный редизайн и внесла некоторые мелкие улучшения. Иконки стали более минималистичными и красивыми. Вслед за Google Pixel Samsung избавилась от иконки вызова меню приложений. Теперь это делается свайпом. По традиции будет две модификации смартфона с разными процессорами. В Америку, например, пойдут аппараты с оставшими легендарными ещё до выхода Qualcomm Snapdragon 835. А россиянам достанется версия на Exynos 8895, чипе собственной разработки Samsung. Оба восьмиядерные, оба очень мощные, оба производят по 10-метровому техпроцессору. Exynos даже немного мощнее. На презентации пообещали прирост вычислительной скорости на 10% и графики на 21% по сравнению с Galaxy S7. Помимо топовой начинки, девайсы могут похвастаться непростой комплектацией. В коробку с ними компания положит наушники AKG. В отличие от Apple и Motorola, Samsung решила не отказаться от 3,5-мм разъема. А идущие в комплекте внутриканали наушники также проводные. Не так давно Samsung совершила сделку по покупке компании Harman, которая владеет брендом AKG. Компания сообщила, что и будет все еще внедрять технологии Harman. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Подписывайтесь на канал, смотрите следующее видео. Всем пока.